Кадры с чемпионата мира по мажоретному спорту, который состоялся в столице Чехии буквально несколько дней назад, не могут оставить равнодушным сложнейшей поддержки и постановки, выверенность каждого шага, отточка любого движения до мельчайших деталей. Поворот головы, поднятие руки, взлеты батонов и помпонов. Оценивались и синхронности техника, и внешний вид. Градус конкуренции зашкаливал неимоверно, но ведь за каждым мгновением брестских девчонок годы усиленных тренировок и привитая преподавателями стремление побеждать по делам и награды. Два раза звучал гимн Беларуси. Наши дети, родители, даже люди, которые потом мне по приезду рассказывали, просто извне, еще не занимаются, но хотят. Нам было так гордо, мы плакали. Мы с очень большим успехом выступили, заняли первые места. У нас в копилке золото, серебро, бронза. Также мы поучаствовали в сольных выступлениях. Наши дети попробовали себя, это очень тоже такое значимое. Страшно выходить одному. Тоже серебро у нас, у девочки. Коллектив мажоредок вырос из образцового ансамбля танца «Черный лотос». За 20 лет существования лотоса и 10 лет виктории количество достижений и триумфов действительно уже не счесть. Но каждая новая победа по-своему особенная. Здесь говорят, всегда есть куда расти. А потому и постоянные гастроли для девчонок не в диковинку. География поездок самая разная. Хорватия, Болгария, Польша, Россия. Вот такому огромному плодотворному труду я еще раз отмечу Татьяну Вячеславовну, нашего хореографа, потому что ее постоянная, неустанная работа с детьми, творческие находки приводят к такому успеху. Татьяна Вячеславовна Хорькова, она говорит, вот как цветок, ему надо поливать, и он обязательно распустится. Поэтому вот, как сказать, вот этого принципа мы всегда придерживаемся. Нам дорог каждый ребенок, поэтому мы работаем со всеми и стараемся каждому ребенку дать вот эту базу, чтобы он в будущем мог реализоваться. Одаренные дети, высокопрофессиональные преподаватели и хореографы, и желание танцевать, умноженное на талант и трудолюбие – это секрет успеха большого коллектива маленьких единомышленников. Мы просто начали дружно и красиво сделать, и потом обрелась смелость, и у нас все получилось. Нас поддерживали тренера. Серьезная конкуренция была? Да, очень много было участников и номеров. Очень много сильных стран. Мы стараемся всегда поддерживать друг друга. Если у кого-то что-то не получается, помогать друг другу. Да, и не ссориться. По три часа каждый день занимались в этих залах, чтобы добиться вот именно первых мест. Мы очень сильно хотели эту вот медаль получить и хотели наконец-то делать Чехию. Ну, потому что обычно в чемпионате мира всегда выигрывали Чехия, и в этом вот раз выиграли мы. Всегда была поддержка, обнимались, плакали, ну и у нас было все очень... мы как семья. То есть вторая семья, можно сказать, у нас. Занятия образцово ансамбля «Мажоретта» к Викторе проходят на базе Брестского городского центра культуры по адресу Гоголя 5. Здесь учат многому держать осанку, грациозно двигаться и, конечно, побеждать. Ведь Викторе значит победа. Субтитры создавал DimaTorzok